всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мое видео будет об абутилоне абутилон произрастает в естественной среде тропики субтропики его можно встретить и очень много его разновидностей есть есть уже выведенные гибридные сорта и в народе еще его называют домашним кленом так как его листья похожи на клен но это вот простой вот этот сорт он самый такой да не гибридный вот у него вообще кленовые листики видите какие похожи а вот уже гибридные сорта у них листья немного уже меняются тоже вот такая вот форма да вот здесь розовый абутилон у него вообще вот такие листочки уже не похожи на и желтые но он как солнышко еще его называют канатниками в индии из него делали канат и мешковину но мы конечно не для каната его выращиваем а для красоты он очень красиво цветет особенно вот эти гибридные сорта ну вообще вот уход за ним очень простой он любит конечно попить в жаркое время он допустим я его поливаю даже два раза в день он быстро очень такой водохлёплый и подкармливаю для цветущих растений раз в 10 дней комфортная температура для бутилона это 25 градусов а в зимнее время ну конечно попрохладнее 15 градусов и 18 ну и конечно если даже теплее будет ничего страшного просто возле отопительных приборов нужно ставить чтобы не желтели кончики листочков потому что это же тропическое растение он любит влажность то есть если желтеют кончики листьев то это значит что не хватает влажности а если бывает опадают нижние листья допустим да у абутилона это значит не хватает питательных элементов то есть нужно подкормить но и покушать он конечно любит с весны по осень его нужно подкармливать у него и период цветения то получается как бы с весны до поздней осени но это как бы природных условиях а вот гибридные сорта которые выведены да они могут свести вообще круглогодично то есть он цветет потом немного вроде как бы да спадает и он заново набирает бетон но это тоже зависит от освещения от условий то есть он любит солнце конечно не прямые солнечные ночи а притяненные любит очень светлые места и тогда он будет вас радовать вот такими прекрасными цветами посмотрите это просто букеты какие-то и вот кстати розовыми тоже очень нравится там новиночка очень нежно смотрится растение любит рыбами и питательный грунт то есть можно а в грунт допустим немножко добавить песочка или и по кислотности как бы он любит универсальный или слегка небольшую кислотность как бы не обязательно лучше универсальный грунт и все но это растение конечно же любит тоже вредители щитов кого-то поражает и паутинный клещ но у меня вроде как с этим повезло у меня ничего такого вредители я на них не встречала ни на одном и сегодня видео я буду пересаживать свой ванильный красавчик бутилон он у меня уж такой перерос смотрите какой я хочу из него сформировать штамп дерево у меня здесь тоже уже просится в горшочек другой и я ему поставлю опору я хочу его наверное вот еще чуть-чуть вот сейчас подрощу да и все я его буду потом обрезать и буду формировать ему такую пушистую крону такие красивую укореняется бутилон но очень легко можно его и водички укоренять то есть вот он нарезается или просто в тепличку также ставить вот у меня вот этот клён нож кто если помните на его обрезал он мне такой знаете был ветки такие большие были выше меня ростом от видите получилось у меня такое деревце я его постоянно прищипываю ну в принципе у него вот таких вот больших сейчас нет и стоит самостоятельно мне очень нравится что в будущем конечно будет хорошо очень смотреться и стволик я заметила он утолщается утолщается если тут появляются зеленые такие побеги я их конечно убираю просто я хочу чтоб лысый ствол и вот как раз от него деточка урить к пушистая но этот я решила так сделать просто прищипывая его и вот таким кустиком в общем сегодня пересадка будет агутилона и также посадка будет из семян все смесь посажу директор постоянно присутствует при разных делах особенно что связано с цветами зеленые палочки потому что он вообще не стоит сам и горшочек вот такой я уже насыпала дренаж грунт я уже говорила он предпочитает нейтральный методом перевалки то есть я вот аккуратненько его отсюда достану чтобы не травмировать чтобы он не опалится в ручке вот отлично корневая у него хорошая видите какие корешочки я ничего отряхивать не буду я его просто поставлю так вот не присыплю чтобы корни не травмировать я вот так палочку и все это буду присыпать грунтом сейчас он в этом горшочке ему вообще будет хорошо красавчик так вот палочку закреплю чтобы она не болталась вот здесь придется еще чтобы он прямо был хотела еще днем пересадить но у нас просто такая жара 36 градусов и вот вроде сейчас вечером как бы полегче стало занимаясь пересадкой даже ветра нет завтра вообще 38 обещают жара как стоит а сейчас буду садить вот такие семена это смесь это мне прислал мой подписчик николай спасибо ему большое огромное и сейчас вот появится фото и вы посмотрите как это будет смотреться потом когда они вырастут я просто в стаканчик там дренаж у меня насыпала сейчас я тоже насыплю туда земельки и посею все в один горшочек то есть по мере разрастания я буду садить побольше 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 горшочек у меня такой будет красивый вкус такими разными цветами открываю пакетик и смотрю о сколько там пенечек много я их прямо вообще хочу ставить вместе вот я их прям всех примут вот так вот я их при это привалю и конечно же я их полью чуть-чуть и теперь все сделаю под пленочку и поставлю на окно я обязательно сниму видео как у меня семена прорастут начнут расти я обязательно покажу прошлое видео у меня было про монстры я говорила что ее не нужно заводить у кого маленькие или вообще квартиры потому что она занимает очень много места а путеволна это как раз вот такое небольшое растение его можно формировать вот таким небольшим кустиком и выращивать на окне то есть если у кого нет то обязательно заведите потому что ну очень приятно смотреть на него посмотрите просто прелесть вот посмотрите какие красавцы ну вообще мне конечно очень нравится а путевол какой-то он знаете ну пусть он простой да цветок но он красивый и он светет постоянно увидимся в следующем видео и и и и и и и